Об охране, наверное, о ремонте школы должно заботиться государство. Почему мы должны? Деньги всегда выделяются на все вот эти обеспечения и в садиках, и в школах. Поэтому, конечно, родители сами как бы сдают деньги как бы добровольно. Никто к этому не принуждает, но все равно все же должно, наверное, другие, наверное, как-то вышестоящие организации все-таки вот этим все обеспечивать. В наше время, наверное, и без этого никак, поскольку правительство не всегда и, точнее, редко выделяет нужные средства. Поэтому, а что делать? Если они разумные, то придется родителям, наверное, самим это делать, иначе дети будут в каких условиях? Ну, должно так быть, потому что должны государству помогать, а не родителей сдавать на все. Когда мы учились, такого не было. С одной стороны, да, наверное, чтобы охрана была. Конечно, дети должны быть защищены. То есть родители должны сдавать на это деньги? Ну, если у государства не хватает на это, родители, конечно, будут за, чтобы их дети были в безопасности. Это должно делать самой школой, организовываться родители. То есть, если у меня есть ребенок, я не считаю правильным сдавать на шторы, там, на новые учебники или там, на парты. Это все должны делать школы или их, то есть, директор сам школы и та же сама власть. У них есть какая-то определенная минимальная оплата, которую платит государство. А сверх, то есть, как премия, пусть будет оплата родителей в классе. Нет, это, конечно, имеются какие-то пределы, цены, там, 100 рублей, это нормально, 50 рублей тоже нормально. Вы знаете, сложный вопрос. В наше время этого не было. Нам даже запрещали это делать.